что сегодня мы с тобой поговорим об самом непосредственном инструменте который мы делаем с тобой татуировки этой иглы изначально иглы в стародавние времена представляли собой как бы тебе это объяснить обычные премейды это бар на который в дальнейшем напаивались иглы то есть получалось вот такая вот конструкция это одевалась на боек на индукционных машинках вот это у нас были сами иглы соответственно носики одевались на это на все дело здесь держатели и все дальше поехал эта конструкция но со временем так сказать как вся эта у нас периферия усовершенствовалась развивалась соответственно этим мы уже практически не пользуемся есть конечно староверы которые всем этим продолжают пользоваться и неплохо скажем так обращаются с этим сейчас у нас все больше и больше уходит вот такой вот скажем так упрощенный вариант в котором содержится и дипсы иголочка и нужные для тебя конфигурацию но об этом чуть позже и так изначально какие типы игл у нас существуют это раунд лайнер раунд шейдер раунд магнум флэт и м и просто магнум что они себя представляют раунд лайнер это иглы которые сведены максимально в пучок то есть получается так это у нас одна игла это у другая игла и за ними еще одна будет треть игла изначально вот здесь это выглядит у нас вот таким образом иглы очень близко расположены друг другу количество игл варьируется от трех и пошел по возрастающей до там не знаю там какого-нибудь 39 пучка возможно раунд шейдер что из себя представляет раунд шейдер это соответственно иглы для линий ровных четких линий раунд шейдер это уже более-менее для покраса чем отличается раунд шейдер от ла от раунд лайнера раунд шейдер это просто иглы которые вот таким вот таким соответственно пучок собраны вот здесь это выглядит вот так всегда нечетное количество четное количество таким образом расположить невозможно поэтому раунд шейдер и раз начинается у нас с пятерки тройка это нет смысла 5 раунд шейдер завод раунд магнум что из себя представляет раунд магнум эти иглы у нас идут для покраса какого-то небольших площадей также можно конечно использовать для линий но уже сложнее провести будет линию какую-то плотную потому что не имея скилла нужно уметь правильно поставить иглу раунд магнум что из себя представляет раунд магнум соответственно иглы которые у нас расположены вот таким образом вот это у нас для покраса для теней и для всего остального скажем так для максимальной проработки больших поверхностей каких-то flat это просто ровная лопатка такая которая в один ряд расположены иголки магнум магнум это у нас то есть соответственно это выглядит у нас вот так это у нас часть будет выглядеть вот так и это у нас часть будет выглядеть вот так плотно к друг дружечки в одну линию и магнум у нас будет выглядеть вот так вот эта часть у нас будет выглядеть вот так что нам соответственно дает более плотный прокрас проще красить проще работать минимум травмы как а допустим round shader and round liner так как площадь прокраса больше сразу красится большая площадь round liner это у нас ровная плотная черная четкая линия round shader это у нас как покрас так можно делать и линию round magnum почему кстати он round magnum по той простой причине что иголочки у него расположены под небольшим по небольшой окружности в отличие от magnum или flat а здесь это просто ровная лопата вот этими иголками удобнее пользоваться я обязательно тебе расскажу об этом но чуть чуть попозже когда мы будем касаться непосредственно конфигурации игл flat это очень редко используемая конфигурация потому что иглы расположены в одну линию ими очень сложно красить долго муторно можно разбить верхний слой кожи просто на раз-два и все получится яма и дыра magnum в принципе та же самая flat лопата но с двумя уровнями с двумя рядами игл расположены как бы у нас как расчесочка получается и разведенный немножко тоже более-менее подходит для покраса для теней всего остального но есть один небольшой нюанс это я тоже тебе чуть чуть попозже расскажу когда мы будем разбирать именно вот эти конфигурации игл с тобой итак это у нас покрас это у нас тоже покрас и вот это у нас тоже покрас то есть вот эти иглы у нас предназначены для контуров и легкого покраса где-то в маленьких каких-то небольших участках вот эти иглы у нас с тобой предназначены только для прокраса итак поехали дальше по поводу конфигурации игл и заточки диаметре игл и все остальное первое на что я хочу обратить твое внимание это диаметр иглы что такое диаметр иглы он у нас бывает 0,25 0,30 и 0,35 но бывают еще 0,40 но это очень редко используется это ну практически их сейчас в обиходе нету поэтому три основные диаметра это вот эти 0,25 0,30 0,35 что это значит каждая иголочка у нас выглядит вот так по сути соответственно вот это вот эта часть это у нас есть вот этот вот диаметр соответственно то толще толще тоньше и еще тоньше вот этими иглами очень редко кто пользуется они предназначены только для каких-то малюсеньких миниатюрных работочек которые прям должны быть идеально стон и с идеально тонкими линиями и все остальное это у нас редко используем и так как ими можно и легко порезать кожу основной расходный материал это 0,30 и 0,35 для раунд лайнера до семерки желателен вот этот вот диаметр объясняю почему чем толще у тебя игла соответственно вот этот пучок до грубо говоря вот у нас расположены если мы возьмем две конфигурации игл но с разной толщиной иглы что у нас получится одна толщина с которыми у нас будет 0,30 размер 0,30 диаметр иглы у нас вот такая линия но тоже та же самая конфигурация иглы но вот именно с таким диаметром иглы у нас получится грубо говоря ну вот такая соответственно вот это против этого что лучше естественно вот это потому что до 7 до 7 раунд лайнера желательно использовать вот такие иглы чтобы были тоненькие аккуратненькие линии после 7 раунд лайнера можно брать уже 0,35 9 11 13 15 и погнал всегда по нечетным нечетное количество игл также как и в магнум в магнумах везде нечетное количество далее поехали с тобой за . заточка игл что такое за . иглы объясняю основные три заточки иглы это long taper medium из и вообще прям тупая за . которая получается как пуля у нас игла до горла как пуля игла это шот значит long taper это у нас игла очень длинная за . что это в переводе называется в переводе звучит как long taper это длинная за . medium tape это у нас боль это у нас средняя за . которая используется больше для покраса long taper используется лт обозначение ст мт и шот это очень редко встречающиеся иглы их еще называют буллеты но